Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Пятница у нас по совместительству еще есть завершение всей пятидневки. Сегодня у нас, помимо всего прочего, есть возможность уже проанализировать самое важное событие не только последней недели. Это событие, связанное с возможными решениями Европейского Центрального Банка по программе количественного смягчения. Об этой программе и о том, что произошло интересного по итогам вчерашнего торгового дня касательно евро. Мы, конечно же, поговорим тогда, когда переключимся на описание перспектив пары евро-доллара. Давайте все-таки не будем нарушать наш привычный сценарий. И начнем, как и всегда, с анонса кодового слова, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках AMARTS. Чтобы воспользоваться бонусом, все предельно просто. Как и всегда, связывайтесь с вашим персональным менеджером и, соответственно, меняете это кодовое слово на бонус на пополнение. Сегодня величина бонуса 6%. Что касается кодового слова, то произнесу его ближе к концу брифинга. В отличие от прошлых дней, оно будет действовать, получается, уже до понедельника. И у вас есть возможность использовать его фактически в формате полноценных сегодняшних торговых суток. Ну и также принять решение о повышении покупательской способности ваших депозитов на этих выходных. Советую воспользоваться этим шансом и, разумеется, по крайней мере, его не игнорировать. И иметь в виду, что он, по сути, есть у вас всегда. Что касается наших традиционных вступительных активов, давайте прям начнем с динамики нефти и актуальная котировка, которую мы наблюдаем сейчас, это 48.34. Мы видим то, что Brent не смог пробить на скоком поддержку, которая сейчас значится в районе 48. Ну, крутовата, она, конечно же, нужна, чтобы фундамент был разнообразен, скажем, дополнительными триггерами для коррекционного движения. Но то, что мы дождемся эти самые катализаторы и триггеры, может быть, уже на следующей неделе, я в этом практически не сомневаюсь. И продолжаю делать ставку на то, что Brent реально может стоить еще ниже. Поддержка, уровень 48 держится. Сейчас мы видим, как актив чуть даже восстанавливается. Вчерашняя торговая сессия также позволила закрыть Brent в небольшом плюсе. С чем это было связано? Ну, может быть, речь идет уже о технических факторах. Действительно, в последние недели мы активно распродавали Brent. Участники рынка поверили в то, что исключительно коррекционные перспективы маячат для этого актива. И воспользовались тем фундаментом и, разумеется, возможностями, которые присутствовали на рынке, которые позволяли делать этот полномерный сел. Говоря про общую фундаментальную картину, я снова призываю вас не игнорировать тот факт, что рынок энергоресурсов – это рынок крайне избыточного предложения. И на фоне тех объективных экономических реалий по темпам экономического восстановления ключевых регионов мы не можем сказать, что спрос позволит нивелировать это избыточное предложение. Расхождение будет присутствовать, а значит, ключевой фактор давления на нефть сохраняется. Сейчас мы локально следим еще за запасами нефти США и, судя по последним трем неделям, даже можно сказать уже четырем, у нас есть уже фактор такого как косрочного влияния. Но, судя по тому, что речь идет уже о полноценном месяце с роста запасов, получается, это уже самая настоящая тенденция. Я думаю, что она сохранится еще на протяжении всего следующего месяца, потому что в основу ожидания роста запасов вложатся сезонные факторы, связанные с недостаточной загруженностью производственных мощностей в Соединенных Штатах Америки по переработке нефти. Технические сигналы сейчас указывают на то, что бренд может действительно восстановиться, тем более, что сегодня пятница. Не забывайте про такое понятие, как эффект пятницы, когда трейдеры после затяжного ралли стараются зафиксировать тот результат, который был достигнут по итогам прошлой полноценной пятидневки. Но мы делаем все-таки ставку позиционную, долгосрочную и прекрасно понимаем то, что бренд сейчас, может быть, возьмет передышку, но все равно будет дальше тяготеть к всем уровням, которые являются для него по-прежнему весьма обоснованными и оправданными. Тем более, что сейчас, по мере уже заката 2015 года, можно увидеть прогнозы по возможной изменении ценовой конъюнктуры бренда стоимости WTI уже на 2016 год. И в целом я хочу сказать то, что оценка большинства экспертов, она направлена на то, что бренд будет торговаться ниже 55 долларов за баррель. И учитывая то, что прогноз на год, разумеется, в его основу ложится серьезный фундаментальный фактор, он связан как раз с тем самым расхождением спроса и предложения. И сейчас есть уже вероятность полагать, что прогнозы роста спроса на нефть в 2016 году снизятся до 1 миллиона баррелей против 1 из 7, которые мы наблюдали в этом году. Соответственно, получается, у нас по-прежнему достаточно аргументов, чтобы не отказываться от идеи коррекции бренда. И еще раз напоминаю, наша цель располагает к возможности прокатиться еще через сел по этому активу сначала уровень 47 и, может быть, доберемся даже до значения 45. Что касается российской валюты, актуальные котировки на премаркете 62-62. Видим то, что укрепление, соответственно, бренда стало причиной усиления позиций рубля против американского конкурента и евро. Но в целом позиционный взгляд не меняется. Понятно то, что сейчас рубль уже игнорирует прочий фундамент, прочие новостные поводы и ориентируется исключительно на актуальную ценовую динамику нефти. Ну и хочу отметить также, что в следующей неделе у нас обещают быть крайне интересной, потому что у нас и ФРС, у нас Банк Япониса, возможностью анонса доп. мер экономического стимулирования, но еще и отечественные ЦБ, которые также обещают снова возобновить цикл снижения процентных ставок, чтобы поддерживать национальный рынок критования. Если ставку снизить до 10%, я думаю, что российской валюты по причине, опять же, стимулирующего эффекта и возможного давления на индекс потребительских цен, также придется немного, соответственно, уступить позиции своим основным конкурентам. Но ключевой фактор у нас по-прежнему нефть. И если мы ее по-прежнему также полномерно продаем, значит, также не отказываемся от еще большей девальвации рубля. Ждем 65, ну а там будет видно, долгосрочная цель сохраняет актуальность и возможность для девальвации российского актива против доллара даже до уровня А70. Идем дальше. И у нас европейская валюта, которой сегодня я хочу уделить больше внимания, чем всегда, потому что, учитывая вчерашнюю динамику, мы наконец-таки получили то, что хотели видеть по паре евро-доллар в течение многих последних месяцев. Это серьезный такой пендель от Европейского центрального банка, который отправил главный валютный риск тем уровням, на которых он и должен торговаться, учитывая актуальный новостной фон. Видимо, опять же, общая фундаментальная картина, слабые макроэкономические релизы уже не позволяли ИЦБ бездействовать. Ну, хотя фактических решений мы по-прежнему также не услышали, но Марио Драги в ходе своей приз-конференции дал понять, что рассматривает возможность расширения программы количественного смягчения уже по итогам декабрьского оседания. Оно пройдет буквально в первой декаде декабря. И тогда программа количественного смягчения при неизменности новостного фона, он вряд ли изменится, скорее всего, даже усугубится. ИЦБ будет действовать и анонсирует более агрессивный выкуп активов, может быть, расширив программу с 60 миллиардов до 80. Также Марио Драги отметил присутствующие серьезные понижательные риски для национальной экономики в связи с замедлением темпов роста Китая и развивающихся рынков. Ну и, конечно же, очень много было сказано про те риски, которые связаны с снижением индекса потребительских цен. Напомню, что в прошлом месяце мы констатировали со всеми участниками финансовых рынков, что индекс потребительских цен просел на отрицательную территорию и фактически реализовал угрозу дефляции. Дефляция для экономики это очень плохо, поскольку дефляция указывает на факт снижения цены. Вы прекрасно должны понимать, что если цены снижаются, потребительская активность страдает, потому что потребители знают, что, к примеру, машину, которую они могли купить сегодня, можно будет купить спустя месяц по более низкой цене. И, разумеется, это откладывает покупки, что в целом замедляет показатели розничных продаж и не вносит тот самый разгоняющий эффект на общий темп экономического расширения. Я уже неоднократно отмечал тот факт, что точно с такой же проблемой, но в гораздо более выраженном формате, больше 10 лет назад столкнулся Банк Японии и, в принципе, японская экономика. Но тогда монетарное руководство Японии не торопилось с такими агрессивными мерами, как программа количественного смягчения, но, может быть, у них не было практики или опыта использования этих инструментов. И, в общем, промедление привело к тому, что индекс потребительских цен продолжен снижаться, тотально закрепился в отрицательном секторе и привел к катастрофическому падению общих показателей экономического расширения. И до сих пор Япония не может оправиться от этого. Еврозоны, я надеюсь, учитывая, опять же, опыт Японии, будет более проактивный. И если мы сейчас уже услышали от Марио Драги вероятность и возможность задействования этих мер экономического стимулирования, значит, наверное, наша позиция и расчет был в Беринге, ЦБ все-таки не будет повторять этих ошибок и начнет действовать тогда, когда ситуация того потребует. Она, между прочим, уже требует этих дополнительных мер экономического стимулирования уже сейчас. Вчера были опубликованы еще и обновленная процентная ставка рефинансирования 0,05 без изменения. И что касается ставки по депозитам овернайт, минус 0,2%. Если у вас возникают вопросы, почему ставка по депозитам отрицательная, напомню, что здесь также все предельно просто. ЕЦБ уже попался на собственную удочку, когда в 2012 году, по сути, раздал коммерческим банкам больше 1 триллиона евро. И на самом деле эти деньги были предоставлены КБ для того, чтобы они стимулировали процессы кредитования и, собственно, развивали бизнес и толкали экономику вперед. Но что сделали коммерческие банки? Они получили кредиты от ЕЦБ под ничтожную процентную ставку, символичную, может быть, там, понятно, что никакой нагрузки в плане долговых обязательств не было. И решили не рисковать этими деньгами, а просто отправили их на корсчета в Европейском центральном банке. Поэтому ЕЦБ совершил страшную ошибку, чтобы больше этого не допускать, было решено ввести отрицательные ставки по депозитам. И теперь, если коммерческий банк хочет держать деньги на корсчетах Европейского центрального банка, за это придется платить. Разумеется, многие абсолютно адекватно, логично на это не соглашаются и отправляют свободные денежные средства все-таки в те процессы кредитования, которые и должны выступать бустом для экономики. То есть, они стимулируют и трейтуют бизнес. Но пока, собственно, прорывных последствий позитивного характера по еврозоне мы не наблюдаем, но понимаем то, что все-таки такой подход правильный. И, в частности, Марио Драги вчера, когда начал возможности и, скажем, анализировал, описывал те инструменты, которые сейчас еще имеются в арсенале Европейского центрального банка, дал четко понять, что помимо расширения программы количественного смягчения, а также изменения ее сроков, то есть продления за сентябрь 2016 года, ИЦБ может даже снизить и как ставку рефинансирования, так и ставку по депозитам. Это также нужно иметь в виду. Все-таки инструментов действительно достаточно. И я думаю, что политика и в целом денежный монетарный курс ИЦБ будет дальше оставаться мягким. Реакция европейской валюты. Я думаю, что вы все прекрасно видели. Это минус практически 250 пунктов. Вот сегодня уже на азиатской торговой сессии, когда был достигнут новый локальный минимум 1.1071, мы, по сути, констатировали минимум с августа. Евро находится под серьезным прессом, но все-таки очень сильно мы просели за последние торговые сутки. Я считаю то, что сегодня велика вероятность и восстановительной тенденции восходящего отката. Я давал рекомендации к долгосрочным и среднесрочным трейдерам, чтобы прокатиться с уровня 1.13 и, собственно, ждать значения пониже. Считаю то, что сейчас есть достаточно оснований уже сказать рынку спасибо и зафиксировать сделки, соответственно, с неплохим профитом. Но эта рекомендация не относится к долгосрочным трейдерам, к которым, собственно, отношусь и я, поскольку мы ориентированы на более низкие значения 1.10, но здесь хочу обязательно сделать одну ремарочку касательно того, что нужно прекрасно понимать, что прежде чем рынок доберется до значения 1.10 и, соответственно, пойдет еще ниже к нашей уж совсем долгосрочной цели 1.05, нужно, чтобы, точнее, есть вероятность совершенно обратных ценовых динамик и тенденций. Нужно сначала убедить рынок в том, что евро, соответственно, не будет больше падать, потому что рынок, в принципе, по своей природе никак не может, соответственно, позволить всем зарабатывать. А значит, мы можем увидеть еще неплохое восходящее ралли, может быть, даже в район 1.15 и повыше. И вот, когда все поверят в то, что евро будет дальше расти, соответственно, уже будем наслаждаться после этого серьезным падением, когда рынок, говоря трейдерским языком, начнет выносить большинство участников финансовых площадок. Поэтому долгосрочным трейдерам снова рекомендую, соответственно, держаться, собраться силами. Не нужно чрезмерно радоваться тому, что евро сейчас двигается в том направлении, которое мы обозначили. Велика вероятность отката, но в целом позиционирование верное, и мы ждем по-прежнему более глубокие значения по главному валютному риску против американского конкурента. Идем дальше. Доллар японская иена. Здесь сразу стоит отметить два важных макроэкономических отчета. Это по состоянию американского рынка труда. Еженедельные заявки на пособие по безработице. По факту 259 тысяч новых заявок против прогноза 265. Если вы регулярно следите за брифингами, здесь, наверное, не нужно ничего пояснять, потому что прогресс очевиден, показатель ниже 300 тысяч, значит все классно. То есть рынок труда по-прежнему восстанавливается и продолжает убеждать тех трейдеров и инвесторов, которые сомневаются в том, что ФРС и американская экономика готовы к тому, чтобы нормализовать денежно-кредитную политику. И еще очень хороший отчет был опубликован по продажам на вторичном рынке. Плюс 4,7% против прогноза 1,4%. В общем, два неплохих, серьезных ускорителя для экономики действуют. По-прежнему вносят свой позитивный вклад. Но нам остается дисконтировать это стоимость американца и верить в то, что долгожданное решение по повышению ставок все-таки будет анонсировано до конца 2015 года. Следующее заседание, оно же октябрьское, состоится на следующей неделе. Внимание будет повышенным. Еще, может быть, даже больше участников рынка оно интересует, чем уже прошедшая встреча Европейского Центрального Банка. И, разумеется, если в ходе публикации ставки и последующей конференции мы даже не по факту реального решения получим достаточное свидетельство и подтверждение того, что ФРС готовится анонсировать это долгожданное, судьбоносное событие до конца 2015 года, доллар, наверное, не будет сворачивать с пути своего полномерного восстановления и продолжит придерживаться той бычьей идеи, которую мы закладываем в рынке давно. Это возможности роста пары USD и иена в район 125. Актуальные котировки 120.61. Мы подняли этот дуэт валютных активов с поддержки, точнее, с сопротивления. 120 сейчас это уже поддержка. Продолжаем ждать, по крайней мере, следующего сопротивления в районе 121.50. Я думаю, что, учитывая столь интересный новостной фонд и абсолютно оправданное желание трейдеров поспекулировать на нем, мы сможем добраться и до этих рубежей. Пока от покупок доллара не отказываемся. Кроме того, против, скажем, в пользу роста американца и против, соответственно, усиления позиций иены, оппонента доллара, выступают и соответствующие ожидания со стороны Банка Японии тоже следующей недели, 30 октября, когда есть вероятность, и она растет буквально с каждым днем, что Банк Японии пойдет на расширение программы количественного смягчения. Об этом мы вчера подробно говорили. Я думаю, что, в целом, вы поняли посыл, который я хотел донести. И именно контраст монетарных политик, то, что ФРС собирается к ужесточению монетарной политики, Банк Японии планирует задействовать дополнительные меры экономического стимулирования, выступает еще одним, а может быть даже ключевым основанием для покупки долгосрочного характера пары USD и иена. Фунт доллар. Актуальные котировки 1.5404. Вчера мы видели то, что по факту публикации довольно неплохих роничных продаж в Британии. Фунт отличился ростом, но потом скорректировался и просел ниже поддержки 1.54. И вот сейчас торгуется рядом с этим рубежом. Пытался, конечно же, вчера я проанализировать общий фон и найти те факторы, которые стали причиной таких хороших и сильных показателей по роничной продаже. И признаюсь честно, я не знал то, что в Англии сейчас проходит чемпионат мира по регби, что в целом является фактором серьезного разгоняющего эффекта для показателей роничных продаж, потому что из-за присутствующих скидок увеличиваются продажи как продовольственных товаров, так и алкогольной продукции. Возможно, именно этот фактор и факт того, что это событие сейчас характерно для этого региона и стало причиной существенного повышения данных по роничной продаже. В частности, месячный показатель 1,9% против прогноза 0,3%, что касается годового, 6,5% против прогноза 4,8%. Сразу после того, как фунт стал расти, все снова вернулись к спекуляциям того, что мы же видели буквально неделю назад хорошие данные по росту заработных плат. Мы слышали неплохие комментарии от представляющего интересы Банка Англии Маккаферти касательно того, что британский регулятор готовится к повышению процентной ставки. Я очень не советую и не рекомендую вам поддаваться под это общее рыночное заблуждение, потому что для того, чтобы заработные платы стали причиной вывода страны из-за угрозы дефляции, из дефляции уже, скажем так, потому что фактически годовой показатель минус на целых 1,1%. Нужно, чтобы они с лихвой опережали темпы роста производительности труда и, скажем, с коррективой на целевой показатель. Если сейчас производительность труда месячная 1,5%, целевой показатель по Банк Англии по инфляции 2%, значит нужно, чтобы заработные платы росли на 3,5%. Фактически показатель 2,8%, то есть еще не хватает на целых 0,7%, а значит вряд ли Англии удастся выбраться так быстро, как прогнозируется, на, скажем, положительную динамику уровня инфляционного давления. Поэтому я все-таки позиционно делаю большую ставку на то, что британский регион будет слабеть и это должно привести к ослаблению курса британца, потому что оснований для повышения процентной ставки, несмотря на комментарии представителей Банка Англии, по-прежнему нет, и скорее всего это решение мы не увидим до 2017 года. Поэтому сейчас можно также продолжать кататься на коротких сделках по фунту долгосрочного и среднесрочного характера. Я отметил то, что очень неплохим уровнем может оказаться поддержка 1,54%, по сути мы до нее добрались. Сейчас можно поставить уже стоп-лосс, как я также отмечал, в районе 1,55% или еще лучше 1,55% и ждать, когда же все-таки трейдеры будут руководствоваться более объективным фоном и продавят фунта к тем уровням, которые поставили мы в качестве целей. Это значение 1,52, 1,51, а для долгосрочных трейдеров 1,50. И также еще отметить хотел пару USDCAD, потому что сегодня фундаментальный герой дня, по сути, этот актив. В 15.30 по московскому времени будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Судя по прогнозу, инфляция снизится. И еще раз напоминаю, снижение индекса потребительских цен для Канады сейчас, по сути, возможности создать, соответственно, пространство для маневров и все-таки анонсировать еще одно снижение процентной ставки до конца этого года, потому что мы все объективно верим в то, что нефть продолжит снижаться и оказывать еще большее понижательное давление на канадскую экономику, потому что Канада зависит от стоимости энергосырья, собственно, так же, как и российская экономика. И, кроме того, судя по последним комментариям представителей Банка Канады, дорогая валюта сейчас явно не нужна. Актуальные котировки 1,3080. Мы верим в то, что USDCAD снова сможет предпринять попытку протестировать очень серьезные сопротивления даже в районе 1,35. Если дождемся снижения процентной ставки, значит, уже до конца этого года USDCAD сможет добраться до этого рубежа. Что касается кодового слова на сегодня, это стимул. Величина бонуса 6%. Из важных макроэкономических отчетов, еще раз напоминаю, это данные по инфляции в Канаде. Ну, еще будет серия индексов производственной активности Германии и Еврозоне. Первые половины дня. Но, в целом, там, опять же, очередной негатив. Хотя хорошей статистикой по Еврозоне и Германии мы не видели очень давно. Наверное, ее также лучше делать, точнее, интерпретировать с точки зрения еще одного медвежьего сигнала для позиции главного валютного риска. Если есть вопросы, конечно же, задавайте их на нашем официальном канале на YouTube. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok